Девушки отдыхают При равных раскладах позорно бегут с поля боя или же просто замирают в бездействии Клайв Баркерс Джерико Здесь есть много интересных идей и главное во всем чувствуется труд разработчиков Экс-машина Меридиан 113 Игра получилась не лучше и не хуже оригинала Она остается просто такой же Алоха, братья мои геймеры, с вами снова Фак и я Андрей Воробей Фак это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии И услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, переходим к делу Аддон Heroes of Might and Magic 5 Tribes of the East Восполняет досадную несправедливость Отсутствие в рядах основных действующих лиц серии Орков Эти дерзкие вояки любимы многими За свой ярко выраженный стиль Принципиальность И безусловную харизму По признанию самих разработчиков Игроки просто завалили их письмами с вопросами А где же варвары? Что не оставило выбора при создании второго дополнения? Появление расы орков позволило не просто изящно увязать события героической саги Но еще и бросить мостик между Heroes of Might and Magic 5 и Dark Messia of Might and Magic Мы наконец-то узнаем судьбу королевы Изабель И вступаем в решающую фазу противостояния с повелителем демонов И его подручной биарой Именно орки, узнав о демоническом влиянии на рыцарей Империи Грифона Бросают инферно вызов Далее орки, естественно, вышли из-под контроля И осели на бескрайних восточных равнинах Ранаара Несложно предсказать, что при таких стартовых раскладах Сюжет получился крайне увлекательным Орки, несмотря на всю свою прямоту Умудряются сразу же заинтересовать игрока внутриклассовыми интригами И обилием крайне разношерстных ярких персонажей Сценаристы используют старый проверенный прием Чередуют события и действующих лиц на протяжении всех трех Доступных в аддоне компаний В России аддон получил название «Повелители Орды» И поступил в продажу 19 октября Издатель игры — компания Nival Interactive Системные требования Процессор частотой 3 ГГц 2 ГБ оперативной И 256 МБ видеопамяти На жестком диске «Повелители Орды» займут 2 ГБ В геймплее также не обошлось без серьезных изменений Так, орки, не обладая широкими способностями к магии Получили в свое распоряжение ряд уникальных навыков Прежде всего, это наследие демонов Гнев крови Герой орков может увеличивать ярость своих отрядов с помощью специальных боевых кличей Среди других эксклюзивных способностей отметим способность портить заклинания противников В частности, с помощью умения «Сила над магией» Пятерка за геймплей Что касается графики, то с выхода оригинала в мае 2006 года никаких изменений во внешний вид игры внесено не было Поэтому за графику «Повелители Орды» получают тройку Звук по-прежнему хорош Все ролики озвучены профессионально и качественно А появившиеся в игре орки говорят со свойственным им рыком и грубостью Твердая четверка за звук Подводя итоги, нельзя не отметить очень слабый искусственный интеллект противников Вражеские герои зачастую ведут себя крайне странно При равных раскладах позорно бегут с поля боя Или же просто замирают без действий Четверку получает сегодня аддон Heroes of Mind and Magic 5 Повелители Орды Тем не менее, Tribes of the East в целом очень радует Обилие новых возможностей, классов, заклинаний и спецспособностей А также обновленный геймплей дорогого стоит Другое дело, что все это хозяйство нужно приводить в порядок и балансировать заплатками Спешить разработчикам некуда Судя по всему, Tribes of the East станет последней главой в истории Heroes of Mind and Magic 5 Так что надеемся, что обновленную графику и музыку мы увидим уже в шестой части сериала Вопрос Какими новыми навыками обладают орки? Ответ Прежде всего, это боевой клич Навык имеет три градации Основы боевого клича, развитый и искусственный клич Время наступления следующего хода героя после использования боевого клича Снижается на 10 или 30% В зависимости от степени прокачки Вопрос Сколько уровней имеет новый навык Гнев крови? Ответ Всего четыре уровня Последний из них Абсолютный Гнев крови Снижает количество очков ярости Нужных для перехода на следующий уровень Гнева крови на 25% А очки ярости при этом поглощают до 80% урона Вопрос Как увеличить доход, приносимый замком орков? Что нужно построить? Ответ Вам нужен алтан Для воинов алтана золото не представляет практически никакой ценности Ведь на него нельзя купить ни доблесть, ни славу в кровавых сражениях Именно поэтому, отправляясь на войну, орки несут золото к шатру шамана Они надеются, что отказавшись от него станут еще смелее и задобрят духом Таким образом вы получите плюс 250 линит золота к ежедневному доходу Жанр First Person Shooter, пожалуй, самая болезненная точка в отечественной игровой индустрии Да, мы умеем делать качественные квесты Да, из-под пера наших разработчиков иногда выходят добротные игры На вроде X-Machine, обзор которой мы дадим чуть позже Но вот с шутерами творится форменная трагедия UIMPT лишнее тому доказательство Это очередная попытка замахнуться на такие колоссы жанра Как Half-Life, Doom или даже Far Cry Забегая вперед, скажем прямо, попытка неудачная Впрочем, смотрите и сами все увидите Сюжет — это, пожалуй, единственный светлый момент в игре И при удачной реализации он смог бы вытянуть весь бартак под названием URMT Хотя бы на уровень типичного середняка Но, увы, сил и таланта разработчиков хватило только на интересную завязку На жителях одного из советских городов провели эксперимент Цель самая благая — выведение совершенной породы людей Эдаких идеальных строителей светлого коммунистического будущего Результатом эксперимента, правда, стало то, что в строителях коммунизма оказались сплошные монстры, уроды и мутанты Нам же почти всю игру предстоит линять из этого светлого будущего Системные требования игры таковы Pentium 4 — 3 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 4 ГБ на винчестере Сам по себе игровой процесс напоминает обширно лоботомированный сюжетный шутер конца 90-х Но периодически игра вдруг вспоминает про экшн и включает натуральный пейнкиллер То есть вас помещают на какое-нибудь открытое пространство и начинают в разных комбинациях сыпать врагов на голову Надоедает быстрее, чем сверлищая дрель Наша оценка геймплея — 1 балл Визуально you are empty — динозавр Спецэффектов попросту нет Окрестные взрывы выглядят как всполохи китайских новогодних хлопушек Физический движок тут, мягко говоря, не хабок Так что выглядят все эти ньютоновские выкрутасы не очень-то зрелищно Мало того, физика отчаянно сбоит Регулярно встречаются левитирующие мусорные ведра, стулья и будильники Враги застревают в перилах, проваливаются и вообще ведут себя очень адекватно Наша оценка графического наполнения — 2 балла Музыки — нет Вернее, есть какое-то утробное техно, которое включается в особо напряженных моментах Вокруг советские агит-плакаты, тишина и периодически выпрыгивающие из ниоткуда монстры Спецэффекты тоже не облегчут оригинальностью Наша оценка звука — 1 балл Если смотреть суровым фактом в лицо, то резюме будет следующее Как шутер You're Empty безнадежно застрял в конце 90-х В лучших традициях православного игростроения You're Empty вышла чудовищно недоделанной Запоминается только пресловутый артхаус в видео вставках Наша общая оценка игры — 1 балл You're Empty — классическая солянка из заезженных штампов Советский апокалипсис 50-х годов прошлого века Идея выведения сверхчеловеков Здравомыслящий и молчаливый герой, явно косящий под Гордона Фримена Все это мы уже видели и не раз Публику не проймешь низкобюджетным голливудским сценарием эпохи Холодной войны Реализация всего перечисленного также оставляет желать лучшего Однако, для тех, кто нашел все-таки в себе силы познакомиться поближе с You're Empty Наши ответы на ваши вопросы и советы по прохождению Первый вопрос Я нашел в игре снайперскую винтовку Неужели ей может быть какое-то разумное применение? Отвечаем Недалеко от той локации, где вы нашли винтовку Мосина Есть окно, в котором виднеются бодро вышагивающие внизу красноармейцы Их полагается пристрелить и посмотреть на то, как они красиво отправятся к прадцам Что мне сделать, чтобы оставить это богом проклятое место? Рассказываем За шторами в глубине сцены есть проход из красного кирпича Чтобы туда добраться, нужно найти лестницу наверх Она валяется неподалеку Таким образом вы попадете к шахте лифта Она-то и является вожделенным выходом Смотрите во второй части программы Клайв Баркерс Джерико Здесь есть много интересных идей И главное, во всем чувствуется труд разработчиков Экс-машина Америдиан 113 Игра получилась не лучше и не хуже оригинала Она остается просто такой же Смотрите во второй части программы Экс-машина Америдиан 113 Игра получилась не лучше и не хуже оригинала Она остается просто такой же Клайв Баркерс Джерико Здесь есть много интересных идей И главное, во всем чувствуется труд разработчиков Отечественный игрострой помаленьку набирает силу Прошли те времена, когда за российскими разработчиками Закрепился статус стамповщиков Приключений Петьки и Василия Ивановича Мы научились делать вполне добротные и атмосферные игры Одним из таких проектов является Экс-машина Вышедший в свет еще в 2006 году Таргем Студио, вдохновившись успехом Вполне ожидаемо решилась на дополнение И вот, перед нами Экс-машина Меридиан 113 Посмотрим, что изменилось в этой игре за год И не ударила ли она грязь лицом перед оригиналом Меридиан 113 в полной мере сохранил то обаяние Что было присуще оригиналу Это милая, добрая и по-детски непосредственная игра Обновление сюжета заключается в том, что мы ищем райский городок С нехитрым названием Эдмон Где нас ждут все блага мира Да-да, пресловутые листовки из коллекции И жителя убежища 13 Вам правильно показалось Даже число легко узнаваемо Системные требования игры таковы Pentium 4, 2 ГГц 512 МБ оперативки 128 МБ видео И 2 ГБ на жестком диске Игру мы начинаем на таком хлипком автомобильчике Что он взрывается буквально после нескольких очередей из пулемета Но, несмотря на это, уже в самом начале от нас требуется прорваться через череду до зубов вооруженных охранных дотов Единственный способ отъехать на безопасное расстояние Прицелиться и зажать левую клавишу мыши примерно на минуту Указанную процедуру повторить полтора десятка раз и все доты будут уничтожены Само собой, такой специфический драйв не каждому придется по душе Наша оценка геймплея 4 балла Графическая игра выполнена на том же движке, что и оригинал Мир все так же скуп на детали Однако, судя по всему, разработчики до сих пор убеждены в том, что постапокалиптический мир в этом плане суров и аскетичен Тем не менее, смотрится это все добротно, катается без тормозов Но, конечно же, есть куда развиваться в этом направлении Наша оценка графического наполнения 4 балла Озвучка выполнена профессиональными программистами Голоса поставлены плохо Радиоэфир практически пуст, что тоже непростительно А вот к музыке нареканий нет Она, если не передает трагичность внешнего мира То, по крайней мере, развлекает в долгих разъездах по пустыне Наша оценка звукового сопровождения 3 балла Меридиан 113 получился не лучше и не хуже оригинала Он остался точно таким же Просто стандарты за год выросли То, что в оригинале было незаметно или прощалось, теперь уже не прокатывает Впрочем, тем, кому понравилась оригинальная экс-машина Стоит, как минимум, ознакомиться с аддоном Наша общая оценка игры 4 балла Меридиан 113 — это, безусловно, шаг вперед Главным образом, это заслуга новой системы повреждения Пресловутой ролевой составляющей Появившейся возможности тюнинга своего железного друга И других менее значительных новшеств Вот только сюжет хромает Как и раньше, на обе ноги Все-таки создать картину постапокалиптического мира И обойтись без штампа в виде борьбы с роботами и поисками города-рая Разработчики почему-то не смогли А теперь, для тех, кому не безразличен Fallout на колесах Наши ответы на ваши вопросы и советы по прохождению Первый вопрос По какому принципу лучше убирать вооружение? Отвечаем! Важная особенность экс-машины в том, что уровень врагов прямо зависит от силы игрока Заменили пулемет на плазменную пушку Будьте готовы при выезде из города встретиться с вражеской ракетой Стоит герою усилить свое вооружение Как враги в массовом порыве начинают пересаживаться на тяжелые грузовики Следующий вопрос Мне постоянно не хватает денег Может я что-то делаю не так? Отвечаем! Водителю грузовика доступны три возможности заработать Первое Простая торговля Купить подешевле, продать подороже Есть 10 видов товара Город обычно производит один из них и отчаянно нуждается в остальных А второй путь охота на бандитов Из вражеских грузовиков часто выпадают оружие и товары А бармены охотно предлагают походиться за приличное вознаграждение В этом есть небольшая хитрость Выгоднее всего выманить противника под огонь города А затем понаблюдать за битвой со стороны Третий путь выполнения заданий Как сюжетных, так и дополнительных Забавно бывает узнать по приезду в центр пустыни Что в кошельке материализовались пара сотен денежных единиц Работу существенно упрощает журнал В котором можно включить метки цели Клайв Баркер с Джерика Это новый шутер Клайва Баркера Он считается чуть ли не главной надеждой интерактивных ужасов После Resident Evil 5 И если обитель зла выйдет непонятно когда То Джерика уже на наших с вами компьютерах И по нашему мнению это такой же смелый и очень жесткий шутер Как Биошок Клайв Баркер один раз уже выходил на люди с компьютерной игрой Этой игрой была Клайв Баркер Undyne Но с Джерико, как заявляет сам автор Все вышло совершенно по-другому Если Ван Дайн его пригласили скорее как консультанта и продюсера Приукрасить почти уже готовую игру То идея нового проекта целиком и полностью принадлежит самому Баркеру Разработчики, испанцы из Mercury Steam Entertainment Вот уже второй раз в жизни работают под началом именитого автора По версии Баркера До Адама и Евы у Бога уже был неудачный опыт создания Homo sapiens Получившееся нечто было настолько ужасным Что его заперли в параллельном измерении Естественно, продукт сомнительных божественных экспериментов Затаил обиду И периодически пытается навестить наш мир Дабы отомстить всем и вся за свою погубленную судьбу Игра поступила в продажу 23 октября 2007 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц 2 ГБ оперативной памяти 256 МБ видео А также 2 ГБ на жестком диске А теперь самое интересное Clive Barker's Jericho Это командный, тактический шутер А вовсе не линейный хоррор-забег Таким многие его себе представляли Jericho задуман как динамичный, кровавый экшен Основанный на грамотном использовании способностей Различных бойцов Различные виды оружия Всяческие способности и умения персонажей Куча монстров и так далее Баркер ставит не на напряжение И не на психологические ужасы Он ставит на дикую, отталкивающую И фантасмагорическую физиологию Баркер рисует адские страдания С такой пугающей достоверностью Что периодически закрадывается подозрение Не заглянул ли он одним глазом в конец подню Но в целом это очень похвальный шутер 5 баллов за геймплей Внешняя игра очень хороша собой Нельзя сказать, что это предел технологий Но именно так должны выглядеть современные игры Модели персонажей, монстры и спецэффекты Выше всяких похвал Откружение также прорисовано очень подробно и с душой Единственное, что немного разочаровывает Это однообразие локаций 5 баллов за внешний вид игры Звуковое сопровождение не отстает от других параметров игры Есть даже намек на устрашение геймеров Но это всего лишь редкие психоделические шумы В остальном же это обычные спецэффекты и звуки атмосферы 5 баллов за звук Клайв Баркер Джерика нельзя назвать лучшей игрой последнего времени Также не скажешь, что эта игра плохая Здесь есть много интересных идей И главное, во всем чувствуется труд разработчиков Прибавим к этому достаточно простое прохождение И получаем интересный и красивый блокпастер Посмотреть который должны все Наша общая оценка игры 5 баллов По-настоящему диких ужасов сегодня У нас на самом деле не так уж много Баркер, пользуясь своим авторским статусом Под видом большого искусства Всегда умудрялся протаскивать на большой экран Страшно сказать, что Люди с содранной кожей ползали у него по полу CD-диски выстреливали у некоторых персонажей прямо из живота Ну и так далее Клайв Баркер с Джерика В этом смысле выглядит крайне многообещающе Это обезоруживающе жуткая игра Мало того, это еще и весьма технологичный шутер С серьезными геймдизайнерскими амбициями Что делает его вдвойне интересным событием А теперь наши ответы на ваши вопросы Сразу скажем, что в игре огромное количество подсказок И проблем быть не должно Тем не менее Первый вопрос Я ходил с девчонкой с пистолетом и мечом Мы подошли к большим воротам И сверху напали монстры А дальше девчонка говорит, что куда-то уходит Что дальше делать? Отвечаем Слева от двери будет подъем Надо подойти к нему и нажать пробел Чтобы девчонка залезла в проход Следующий вопрос Как пройти место с турелями? Ничего не помогает Отвечаем Нужно переключиться на одну из девчонок У которой есть гранаты И способность становиться невидимой В режиме невидимости Пробегаете за турель Открываете пробелом крышку И кидаете гранату И так со всеми тремя Следующий вопрос Как пройти Бранденбургскую крепость? Я не могу убить двух чуваков Которые вылезают над воротами Вроде Джонсонам нужно Но как именно Не понимаю Отвечаем Используйте Джонсона Вселяетесь в любого из супостатов Поворачивайтесь на другую сторону стены Там будут емкости с горючим Наведите курсор на них И стреляйте Следующий вопрос Помогите убить крупных таких ребяток Которые из-под земли вылезают И дышат страшным перегаром Как последнего сумочек Отвечаем Для этого надо использовать умение девчонки с мечом Она на него запрыгивает И быстренько рубит Возможно до этого нужно долго стрелять по ним На сегодня это все Меня зовут Андрей Воробей И это был фак И тот кто нас не смотрит Тот не хороший человек Заходите в форум на сайте Муздефисттв.ру Меня можно найти и там Присылайте мне свои вопросы на адрес FAQ-собака-муздефисттв.ру Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма Счастливо!